Давайте мы победителю конкурса сегодняшнего, розыгрыша, мы проанализируем его товар, насколько он востребован на американском рынке. И если он будет востребован, ты поможешь этот товар вывести на американском рынке. Как подарок заходит? Отлично. Русан, спасибо тебе за подарок, спасибо за выступление. А тем временем мы приглашаем человека, который расскажет, как в эффективности быть номером один. Автор, издатель, консультант, все вы его, конечно же, знаете, Игорь Муан. Ваши аплодисменты! Добрый вечер. Не о маркетинге, не про интенсивность. Про свою третью тему я сегодня буду с вами говорить, про личность, интенсивность номер один. Многие, наверное, знают, я написал несколько лет назад книгу, которая называется «Номер один». И стать номером один достаточно просто. Для этого нужно сделать или делать определенные шаги. Первый шаг – поставить перед собой цель. Второй шаг – это сделать аудит самого себя, того окружения, которое вокруг вас есть. Понять, что вам помогает, что вам мешает двигаться вперед. Третье. Самое главное в книге и в моих выступлениях – сделать план профессионального личного развития и шарашить по нему. Четвертое. Мы очень, так же как Америка, очень циничная страна, здесь говорят «Покажи мне деньги». Очень важно показывать результаты. Я в книге написал, какие результаты вы можете предъявлять тем, кто спрашивает вас, вы номер один или нет. Ну и последнее. Почему здесь мелкими буквами написано? Вы можете заниматься продвижением самого себя, если вы хотите, если вам это астентично. И выбрать тот способ, выступать и написать тот, который больше всего заходит в вас. Я думаю, что многие эту книгу уже читали и многие слышали мои выступления. Поднимите по второму, кто знаком с темой номер один. Окей. Тогда вам откликнется следующая история. Несколько дней назад, несколько месяцев назад я был в одном из городов России. Некрупный город. Примерно 750 тысяч жителей в нем живет. До миллионник. И ко мне подошла одна смелая девушка и спросила. «Игорь, я хочу быть таким же крупным, как вы. И вообще, честно говоря, я хочу вас сделать». Вы зря смеетесь. Мне нравятся такие посылы. Они заставляют меня чуть двигаться быстрее. Вопрос прозвучал, и она ждала моего ответа. И я ей сказал. «Ну, мне это, кажется, будет очень сложно сделать». Она говорит. «Ну, все-таки, что я могу сделать для того, чтобы сделать вас?» Я говорю. «Хорошо. Давайте первый вопрос. Сколько времени вы готовы уделять на то, чтобы стать таким же известным в маркетинге, как я?» Она говорит. «Я готова работать каждый рабочий день. Там с понедельника по пятницу по 10 часов». Я говорю. «Не догоните, потому что я гораздо больше времени выделяю на то, чтобы поддерживать свою статус номер один. Нет у меня выходных. Я работаю в субботу, я работаю в воскресенье». Она просто вздохнула и спросила. «Что еще?» Я говорю. «Какая у вас цель?» Она говорит. «Стать таким, как вы». Я говорю. «Моя цель поддержает то, что я уже сейчас имею». Причем я стою на трех вершинах. Номер один в маркетинге, номер один в календарительности, номер один в номер один. У меня цель поамбициознее. Есть что терять. И тут она проиграла. Следующий вопрос. «Насколько у тебя хорошие условия для работы и для жизни?» Мы с ней поговорили, и выяснил я, что родители ни в чем не отказывают. Она действительно может… Она живет в ту-комнатной квартире одна. У нее огромные, там, не знаю, возможности для того, чтобы обставить свой дом, обставить свой офис так, как она хочет. Ее папа финансирует. Тут она меня выигрывает. Четвертое. Техники. Когда мы стали с ней мериться всякими вот этими техниками, лайфхаками, бизнес-хаками, технологиями, приемными, трюками, которые знаю я, она, ну, наверное, один из десяти, про которые я вам рассказывала, знала. И опять тут снова выиграл я. И остается четвертая вещь. У кого из нас больше энергии? Очень часто бывает так, что у нас одинаковое количество времени, но количество энергии, которое ты прикладываешь к тому, чтобы победить, у тебя лучшая энергия, у тебя больше энергии, и ты побеждаешь. Бывает даже за счет меньшего времени, но больше энергии ты можешь победить. Понятно, что у нее есть преимущество. Она, ну, матч у меня практически в два раза. Но у меня очень много энергии. За счет чего? Вот давайте обо всем этом поговорим. Но сначала еще раз. Если у вас такой же вопрос, как у этой девушки, как я могу сделать вас, или как я могу сделать любого другого человека, нет никакого секрета. Вам нужно уделить нам чуть больше времени, вам нужно поставить перед собой бессознанную цель. У японцев есть такой очень хороший термин «Икигай». Это цель, которая по утрам заставляет вас оставаться в кровати. Вы должны создать и не жалеть на это максимально лучшие условия для работы и для жизни. Вы должны использовать максимальные техники, лайфхаки, бизнес-хаки, потому что они действительно делают и жизнь, и бизнес проще. И вы должны поддерживать свою энергию на том уровне, который у вас сейчас есть, не опуская ее вниз, а желательно подкачивая ее вверх. Давайте коротко поговорим, у меня действительно не так много времени, коротко поговорим о том, что бы я вам посоветовал в этом коротком выступлении относительно каждого из этих направлений. Цель. Что касается цели, я бы все увестил в этот слайд. Цель должна быть. Это самое главное. Мне очень жалко тех людей, у которых нет цели. Второе. Она должна быть смарт. Некогда про это говорить, вы сможете посмотреть про это в интернете. И она должна быть обязательно перед глазами. Вот как только цель исчезает из ваших глаз, то вы забываете про свою цель. Поэтому очень важно визуализировать цель. Можно это сделать самыми разными способами. Я писал про это в книжке номер один. Ну, в частности, один из самых лучших способов визуализировать вашу цель, это сделать ее заставкой на вашем смартфоне. Сколько раз за день вы заглядываете в свой смартфон? Десятки раз, сотни раз. И поэтому каждый раз, когда вы видите свою цель, это вас очень сильно мотивирует двигаться к этой цели. Дальше. Обязательно посмотрите на цель... Необычно. Посмотрите на вашу цель через колесо жизни. В американской есть такая технология, колесо жизни, тогда, когда ты планируешь свою жизнь по разным направлениям. Буквально через несколько недель, в двери Нового года, я снова публикую достаточно открытую информацию. Это сделаю в своем блоге. Я напишу, в каким направлениям в следующем году буду развиваться я. Это, несомненно, будет спорт. Это, несомненно, будет семья. Это, несомненно, будет впечатление. Это, несомненно, будет творчество. Я должен написать новые книги. Я должен сделать новые семинары. Но ты не можешь работать только ради денег. Когда люди начинают работать только на деньги, фокусируясь, они теряют во всех других областях. Они теряют семью, они теряют отношения с любимым человеком, у них против отношений с родителями. Вот про это очень важно помнить. Нельзя идти только к одной цели. Вы должны помнить про все цели, которые у вас есть вокруг. И в таких направлениях 12 может быть. Ну, по крайней мере, в книгах американских так написано. Ну и последнее. Ты никогда не достигнешь своей цели по жизни, если ты не будешь достигать маленькие цели в течение недели. Ну, не знаю. Действительно, Владимир прав, выступая для меня, он сказал, кто сегодня сделал зарядку и такое маленькое количество рук. А кто из вас сегодня сходил или пойдет в фитнес? Рук будет еще меньше. И после этого мы говорим, что мы хотим быть здоровыми и богатыми, но как-то может быть здоровым, а если не сделать зарядку и не ходишь ехать. Поэтому вот к цели нужно двигаться маленькими шажками. Но не бывает так, что ты сегодня лег с целью и завтра проснулся, и цель достигнута. Ну, и есть, конечно, мы говорим про амбиссозную цель. Условия. Я здесь буду очень краток. Давайте посмотрим на этот слайд. Вы можете его сфотографировать. Я могу обмануть бесконечный долг на эту тему. Но просто посмотрите, по каким направлениям вы должны двигаться, для того, чтобы создать для себя максимально комфортные условия работы. Давайте просто возьмем, ну, предположим, технику. Скорость интернета. Мы часто морчим. Ну, я понимаю, что сейчас скорость интернета у всех большая, потому что всем хочется скачать какое-нибудь кино или посмотреть в стриме фильм. Но, по большому счету, нам скорость интернета нужна для того, чтобы быстро находить нужную информацию. Почему очень важно, предположим, не страдать... Ну, потому что я фанат Apple. И я вижу, как здорово устройство Apple объединяется в определенные системы, как страдают некоторые мои знакомые, которые вынуждены соединять устройство Apple и устройство под управлением Windows. Поэтому вот эти все вещи, казалось бы, мелочи, но они позволяют вам получить либо гандикап, либо затормозить себя, двигаясь к определенной цели. Что вы едите? Что вы пьете? Сколько вы пьете? Я, по-моему, на одном из своих выступлений рассказывал о том, что есть такое понятие дегидрация. Это тогда, когда вы не пьете в течение часа, и острота вашего ума начинает падать на 30-50%. То есть и так наша голова работает примерно на 0,01%. А вы еще и не пьете. Что происходит? Вы тупите. Не пьешь – тупишь. Но это вы не понимаете. Вы сидите перед компьютером, сидите с рабочими местами и не пьете воду. Потому что вопрос, какую воду вы пьете? В общем, поверьте, мне здесь мелочей нет. Резюмирую. Создайте для себя максимально комфортные условия по этим направлениям. Я надеюсь, что вы успеете сфотографировать слайд. Следующее – техники. Давайте посмотрим на те направления, в которых вы можете двигаться для того, чтобы использовать технологии, тактики, лайфхаки и бизнес-хаки. Недавно я читал одну интересную книгу. Ну, я не слышу смеха. Тогда понятно, что нужно сказать, что автор этой книги я. Но я ее читал, потому что мы пишем с Ренатом, с моим соавтором, продолжение. И в этой книге, я могу сказать, есть десятки способов, но у них на самом деле там сотни, десятки способов, с помощью которых вы могли бы стать более эффективным сотрудником или предпринимателем, или управленцем. Но предположим, есть интересный сервис, который называется France. Это моя недавняя любовь. Все сотрудники компании, маншерных партнеры работают с France. Это обязательное условие. Первое, что ты ставишь на свой компаратный компьютер, это программа France. Она просто объединяет под одной крышкой абсолютно все массажеры, которые у вас разрослили. Представьте себе, что теперь все сообщения из скайпа, из фейсбука, из ватсапа, они все приходят в один интерфейс. Это безумно удобно. Но примерно 95% людей про эту устройство, но про эту бесплатную программу никто не слышал и не знает. Или ты должен приложение Flux. Приложение Flux тоже бесплатное. А говорят, что слово бесплатное отключает чувство логики. Я очень надеюсь, что сегодня эти ребята будут страшно удивлены, откуда у них такое большое количество скачиваний. Технология Flux позволяет вам сделать две вещи. Во-первых, она бережет ваши глаза. Вечером она включает компьютер ваш, вырежет такого комфортного ночного экрана. И следующий отгоняет вам, что в определенное время лучше перестать работать. То есть экран затемняется, он как бы, как он говорит, хозяин. Дай отдых глазам. Вообще просто отдохни немножко. Еще раз, много придумано всего для того, чтобы сделать вашу работу более комфортной, более результативной. Не забывайте...